Всем доброе утро! Максимка там сидит завтракает, блинчики я сегодня на завтрак сделала. Посудомойку запустила, будет сейчас шуметь. Блинчики сделала на закваске. Я вчера поставила закваску пшеничную. Из ржаной, только с новой пшеничной мукой. Потому что из макфы не получилась закваска. Вот, буду делать с этой пробовать. И из остатков сделала блинчики. Максим сказал, что идеально. Не знаю, сейчас буду тоже пробовать. Сейчас сделаю себе чай. Вкусно? Вкуснее, чем обычные блинчики? Вкуснее. А тебе что? Тоже блинчики. Надо Бонни корм насыпать. У меня сегодня я еще не сыпала. У него заканчивается в миске. Она начинает переживать. Сейчас еще водичку поменяю. И чайник поставлю. Коля у нас еще спит. Ну, он сейчас уже скоро, я думаю, тоже уже проснется. Если не проснется, то разбужу его. Мы сегодня хотели поехать покормить уточек. У нас хлеб остался. Что? 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 Мы с Максом первой проснулись. Папка у нас третий. Кач, мама первая проснулась. Я второй. Котик третий. Мама первая всякая. У нас с Боней впервые всех проснулась. Начала драть стул. Я из-за этого проснулась где-то часов восемь, наверное. Ну и все, пошла уже там хлеб поставила. Блинчики сделала, поубиралась маленько. Вот. И Макс проснулся уже. Да. Мы с Максимом съездили в магазин. А я тут. Такой крутой. Всем привет. Макс взял себе мармеладки. Мы взяли, купили хлеб. Поедем уточек кормить. Сначала по сникерсу, да? Да, еще мы взяли всем по сникерсу. Сейчас чай попьем. А, чай это же классный. Ну это от карандашей твоих, наверное. Она от этих, значит. Это мармеладок. Так. Да, ну вон у нее. Встань, не видишь. Где-то в горячее попали, видимо. Ты видишь, он встанет чуть-чуть. Да, ничего страшного. Помой эти руки. Все, он стоит такой, все, вот так вот, злит. Все. Ну. Мы наконец-то вышли на улицу. Сейчас поедем уточек кормить. Взяли хлеб. У нас там еще старый наш остался. Он как бы не совсем старый, но... Макс пока машину очищает. Макс машину очистит. Немножко ему осталось. И поедем. Мы стоим ждем, как бы пока он почистит. Да он вроде уже все. Нет, там что сзади пошел. Еще маленький сейчас. Все, да, ты Максим почистил? Нет. Короче, дело в том, что ему очень нравится чистить машину. И даже если он ее уже почистил, он все равно стоит и дальше чистит. Такие вот дела. Обычно мы садимся в машину, греемся, Макс чистит там от снега ее. Да что ты сочиняешь? Да. Короче, сейчас Макс тут маленько еще дочистит и поедем. Кстати, куда поедем? Ну, я не знаю, как это называется. Короче, приедем, покажем. Ну, ладно. Приехали на набережную. Это где пешеходный мост? Да, где филармония. Корснеярская. А мне кажется, сейчас все поймут, где это. У нас, кстати, на улице не сильно холодно. Ну, или может потому, что мы только с машины вышли. Надо посмотреть, кто-то все еще есть или нет. Может, там ее отлезка воды. Вот я смотрю, и по лому нету. Иначе поедем в другое место. Да нет, есть. Есть, просто. Да, всегда есть снега. Вот он этот мост. Там остров Татышева на таком берегу. Спочи, я могу сюда заездить. Не надо. У тебя все ноги будут в снегу. Ты полные сапогища снегом наберешь. Потом в машине все растает. Да, и будешь в луже сидеть. Там уже кто-то кормит за ней. Они, наверное, сегодня сытые, потому что сегодня выходной. Сегодня, да, выходной. Сегодня все приехали кормить. Мы взяли с собой три булки хлеба. Там у нас в пакете. Каждому по булочке, да? Ну да. Вы просто посмотрите, сколько там много уток. Просто очень много. Да, мне кажется, и так видно. Ну, люди кормят. Видимо, морозы были. Они прям проголодались очень сильно. Вряд ли кто-то кормил их в минус тридцать. Максим уже побежал вперед всех. Вот этот мост, кстати, вечером очень красиво подсвечивается. Может, как-нибудь будем ездить, покажем. Ну, конечно, так-то нормально. Тут путь выбрали. Давай, пробей. Я пойду вон там обойду. По ступенечкам. Так я снимаю. Да, пока не столько просто. Очень много. Помните ли? Тут где-то вода будет. Как им не холодно ходить поеду? Вода просто, смотри, аж это. Калышется. Давай Максу хлеб. На. И воробушки тут как-то. Макс радуется. Давно мы, кстати, не ездили уточек кормить. Как-то то времени не было. То холодно сильно было. А ты другой возьми, Максим. Там нарезанный есть. А где он? А вон в пакете. Коля бросил, тут варежки мои. Бежите. Вон там в пакете доставай. А где он? Положи на пол, Максим. Я им чуть полосу не дала. Аккуратней. Голодные такие, столько их много. Аж дерутся за хлеб. А вот у этого крылышка повреждённое. Он ближе всех подошёл. Где? А мы ему больше всех дали. Вон, надо. Всё, что ли, наелся? Я в него прям ждал. Видимо, наелся. Ну, конечно, их тут очень много. Вон там ещё. Тоже кормят. Максим запнулся. Так ты, Максим, их не пугай. Потихонечку корми, чтобы они не боялись. Вот опять залез сюда. Бери вон тот, который, это, неразрезанный. А Максим этим будет кормить. Это не гусь, Максим. Это утки. Смотри, поплыли туда. Просто миллион, блин. Веди, как я умею. Вон там тоже территория была, и где они плавали. Всё замёрзло. Максим, сильно туда близко не подходи, потому что там уже речка. Речка идет. Скользят по льду, да? Ага. Подождите. Я первая. Надо зимой почаще кормить их. Не надо. Что-то зимой, мне кажется, вообще мало кто. Максим, не бегай. Я не знаю. Ты туда не бегай, там потому что уже речка. Вот здесь вот, смотри. Вот здесь вот можно стоять, туда бегать не надо. Понял? Там они же не тонут. А они потому что лёгкие. А ты тяжёлый. Провалишься под лёд. Да не повалю. У меня с ноги сейчас по скользит. У тебя сколько их много, просто обалдеть. Да. Они голодные прям жёстко. По ним, когда они не голодные, прям видно, они так не дерутся за хлеб. Они неохотно, они так его едят. И они плавают не возле берега, ну а там где-нибудь в середине. Это лето, в основном, в выходные дни так бывает. Смотрите, Крекины хлеб, я туда размахивался, обалдеться туда. Касаться не на сядке, я просто не виделась. Максим тут прям сам подкидывается. У нас тут хлеба уже немного осталось. Максим, ты маленько такой, ты порывай. У Максим целый кусок, он швыранул. Сейчас кто-нибудь подойдёт, заберёт. Ага. Смотри, кусают друг друга за лапы, да? Ну, ну, они вообще кусают, ага. Неудивительно, почему ли крылья переломаны. Максим, аккуратненький, да? Эти уже отдыхают, уже не борются за хлебушек. Решили отдохнуть. У кого? Ну, вот, смотри, почему лапы серые какие-то. Вот, смотри, вот это вот, видишь? Да. Не знаю. У кого больше таких лапов нет? У неё и клюв серый. У всех, кто по-коричневый, у неё серый, видишь, да? Да. Ну, пальцы подмерзают, да? Ну, и прохлада на улице, конечно, вообще-то. Как они дерутся вообще за еду, да? Что, Соня, мы тебя схватим, я твою кусок. Ну, Макс сильно близко подошёл. Ну, всё, отойди подальше. Они, видишь, сидят, выжидают, пока мы отойдём, чтобы леп забрать. Вот, смотри, здесь тоже подметят сейчас. Соня, смотри, как я им забыла забыть всю хлеб. Предскажи, как я им забыла забыть всю хлеб. Предскажи, как я им забыла забыть всю хлеб. Как бурен. Соня, вы кого поедете? Нет. Боятся. Соня, смотри. Какой-нибудь смелый подойдёт, нет? Ну, что они не понимают, что это больше вкусных лапов и каятся. А им мелкие куски проще брать. Большое неудобно. Он поглядывает на него всё равно. Да они кидят его по-любому. Смотри, смотри. Не получается. Надо разломать его. Смотри, никому не даёт. Всех отгоняет до этого куска. Сейчас, смотри, он может возьмёт. И кто-нибудь будет у него забирать. И вот они его порнут. Таким образом. Сейчас посмотрим. Сейчас здесь закончатся эти маленькие кусочки. Да, но здесь много кусочков лежат. Сейчас он его всё равно будет пытаться брать. Ну, он в куче его не останется. Да, понятно. Все почти уже ушли. Новые приходят люди. Ну, как-то немного, да? Летом намного больше людей. Летом вообще капец, ну, бегом там полы полно. Никому не нужен этот кусок хлеба. Максим там пристёгивается. Всё, мы уточек покормили. А вы знаете, что? Что? Я, наверное, когда по снегу заскочу, я паю на посол. Кусок от большой, кстати, никто так и не съел. Но его съедят в любом случае. Просто попозже. Мы хотели посмотреть, но никак не получилось. Одно холодно, руки замерзли. Я вообще в курточке тонкой, потому что у меня пуховик постиранный. И он, короче, уже сохнет. Сколько? Полтора дня, да, получается? Ну, это как бы нормально для пуховика. Короче, ещё рукава не высохли немножко. Поэтому приходится в курточке ходить, капец. Маленько прохладновастенько, я бы сказал. У нас уже начинает темнеть, хотя время 4. Без 25. 4 на 25. Максим сегодня хочет что-то рисовать красками. Не знаю, что он там будет рисовать. Я не знаю кисточки. Надо кисточки найти. А я предлагаю заехать ещё в МВидео и купить тепловентилятор хочу. Не. Не думаю. Ну, что, вам видео поедем? А, поехали заедем, ага. Макс не хочет, ну, Максим их надо. Мы приехали в Лера-Мерлен. Смотрим здесь вот эти вот пушки тепловые. Тепловентиляторы, вернее, пушки. Ну, вот, 578 рублей. Здесь, короче, мы почему в Лера приехали, потому что они здесь самые дешёвые. Коля посмотрел в МВидео, в сети Линки, где-то там ещё смотрел. В итоге здесь самые решёвые получились. Нам они как бы нужны-то, ну, не так часто, я думаю, будут. Вот, зимой пока холодно, просто ванной, чтобы нагревать Максу, чтобы купаться было не холодно. Да, и нам тоже. Поэтому сейчас выберем, купим, поедем домой. Решили вот такой вот взять. Он стоит 598. И у него есть терморегулятор. Да, чем вот такой вот, который... Он просто без всего. Просто включил и все его на максималку сразу работает. Да, короче, этот решили взять. И Макс теперь ещё хочет взять себе этот... Как это называется штука? Спину чесать, короче. Такая, как рука. Я понял, понял, что он хочет. Да, пойдём искать, потому что ему она нужна. Мне кажется, такой лучше, да, будешь-то регулируется температура и скорость, да? Да, конечно. Тем более у них разница в цене прям вообще небольшая. Всё, пойдём искать. Пошли. Уже полмагазина обошлись с Максом. Ну, мы так решили с Колей, что это где-то в дачном должно быть. Здесь, здесь. Поэтому мы пришли сюда и ищем здесь. Канистры. Пожелый случай, да? Ну да. Сейчас будем. О, теплистка, как у нас. Помните? Помним. О, запомнили, да? Ну, уже, конечно, уже пора. Уже подвесили что-то, да? В январе рожде пора. Ну, уже рассаду садят, конечно, в январе. Да? Да. В январь, февраль. Мы спросили, в общем, где продаётся эта рука. Нам сказали, что продаётся, где шурупы. Коля, Коля цепляется за всё подряд. Проходы узкие сделали, видимо. Я бы не сказала, что Коля у нас прям такой широкий. Но что-то цепляется везде. Я ещё цепляюсь. И Макс, он у нас уже разделся. А я таскаю его шапку с шарфом. Я по-моему, везде. Максу нашли руку. Всё, спрятал на неё. Смотрите, какая. Ну, мы ещё пришли посмотреть вот такие вот смесители для кухни. И прям вот нашли подсвет нашей раковины. 1995 рублей стоит. Сейчас ещё посмотрим, что тут есть. Мы приехали домой. А смотри, что делали. Максим чешется. Все хотят есть просто капец. Точнее, я не знаю. Значит, всех, но я хочу есть просто ужасно. Все, говорит, хотят есть. Мы с Максом как бы есть вообще не хотим. А почему есть такие? Я вообще как-то есть хочу. Я понимаю, что я бы сейчас слона бы съел просто. Ну, мы как бы поели, поэтому не хотим. Да, Максим? Да. А я ещё оставляла хлеб. Короче, я решила его вот так вот разрезать посредине, чтобы он... Чтобы его не разрывало. Чтобы он как бы... Ну, здесь разрывался. То есть это будет хотя бы красиво. И поставлю туда... Сейчас плита нагревается. Ой, это духовка. И туда налью воды, потому что я почитала, из-за чего это может быть, что его так разрывает. Из-за того, что влажности мало. Сейчас, подожди, я у него спрошу, потому что я же съем тебе все. Курочку будешь или нет? Нет. Все. Ты же у него уже спрашивал, по-моему. Он стоит, молчит просто. Мы ещё не говорили. Ну, попозже что-нибудь пойду. А, спросил-ка, пурю поручила. Боня тут с вами. В общем, я жду пока. У нас духовка согреется. Ой, я хочу есть. Я не могу просто так, я хочу есть. Я прям, я люблю. Прям, что ты есть, прям, капец какой-то. Вот такой вот хлебушек получается. Он прям так хорошенечко поднялся. Боня у нас поела опять. Только что ела. Максим у нас тут художеством занимается. Расскажи, что ты тут нарисовал. Так, подождите. Давайте с этого начнем. А почему у тебя солнце зеленого цвета? А, у меня... Я, короче, из зеленой... Ой, фу. Из золотой банки блю, а там зеленый. А, ну понятно. Ты, короче, намешал там в банках, да? Ну да. Цветов разных. Это у нас год. Это пляж. Пляж? И ты там купаешься? Да. А это что рисуешь такое? Увидите. А, ну хорошо. Попозже подойдем, посмотрим. А это наша семья. В домике? Поп. Что ты делаешь? Кисточка застряла. Боня опять ест. Надо сегодня постельное погладить. Боня, ты ест! Вчера Максу поменяла постельное. Данка и ничего делает. Делает. В общем, здесь у меня осталось 10 минуточек. Я думаю, можно достать минут через 5. Потому что уже там все зазолотилось. В общем, посмотрю, сейчас уже 9. Как быстро время летит. Боня, ты не лопнешь? Красавица. Надо тебе травку купить, написали в комментариях. Чтоб ты у нас травку кушала. Посадим. Вырастим. Да, Максим? Помнишь, мы уже так делали? Правда, у нас эта травка потом засохла. Мы забыли ее поливать, и она высохла у нас. В этот раз надо будет... Кто ел? Ну, Боня должна была есть. Кто ел? Никто не ел. Я ел. Траву? Да. Да ну ты не ел траву. Я, кстати, достала еще раз Максу вот это вот мороженое. Максим это называет. Ну, здесь клубника с сахаром перетертая. Поставила на батарею, потому что... Ну, чтоб растаяло быстрее. Макс уже прям хочет. Вот и мою ладу. Это лицо. Ну, это да. Сейчас Боньку нарисую. Давай Боньку нарисуй. Бонька-то серая у нас. Или у тебя все коричневые будут? А, ну давай Боньку сделаю. Ну, где у меня так серый такой сядет? Это черный. Чтоб серый получился, нужно черный с белым смешать. Черный с белым? А у тебя там уже серый. Серый. Надо Максу гуашь новую покупать. Вот такой вот хлебушек получился. Уже не такой он рваный. Вот так выглядит со всех сторон. Ну, видимо, из-за того, что здесь разрез сделала, воздух выходил отсюда. Поэтому его не так разорвало. Но все равно вон какая-то трещина пошла. В общем, пока еще тоже не все идеально. Я посмотрю еще рецепты какие-нибудь. Возможно, что-то надо с пропорциями менять. Максим уже рисует четвертую картину. Что ты так вздыхаешь? Это дорога. Это дорога? Ну, давай рисуй, покажешь потом, что нарисовал, да? Подождите, я уже почти закончила дорогу. Ты только дорогу хочешь нарисовать? А как я машину на дороге? Машину еще будешь рисовать? Нет. А как я на дороге маслом нарисую, ты скажи? Так, ты как-то странно дорогу начал рисовать. Ну, ты можешь вот это сейчас закрасить черным, потом вот так листик повернуть, и вот здесь сверху машину нарисовать, как будто она по дороге едет. Максим тут нарисовал, и я не знаю, сколько он листов изрисовал. Сейчас будем смотреть. Да, дофига я боюсь листик рисовал. Это что, радуга? Радуга. Ага. А это что? Сам не знаю. На слона похоже. Но это не слон. Ладно. А это что? Это посудимойка. Так, а это? Это мой скалчик с несклимком. Да? Да. Там глаза и рот я вижу. Вот это несклим. Вот это, смотрите. Это что? Это мир. Мир? Да. А это? Дом мой. Где здесь дом? А это стена. Дома. Стена дома? А это что? Это холодильник у той банки. Ладно, похоже. А это? Это стол с принтером. Стол с принтером? Потому что стул это этот, ноутбук. А, это тоже, это стол с ноутбуком и со стулом, да? На чём-то сидишься где-то и видос мы видим. Так, а это мы уже видели, да? Это дом. Обалдеть, Максим, сколько ты нарисовал рисунков. И вот последний. Машина летающая. Обалдеть. Теперь надо всё здесь убирать. Давай ты баночки уберёшь, а я со стола вытру. Договорились? И кисточки надо помыть. Окей. Художник. Максим кушает клубничку с хлебом. Со свеженьким. Корочка такая хрустящая, прям так аппетитно. Я так не люблю кушать. А Макс сказал, что ему нравится. Или не нравится. Нравится. Или нет? Нравится. По твоему лицу не скажешь, что тебе нравится. Нравится. Вкусно? Ну, кушай. Приятного аппетита. Спасибо. Макс уже переоделся в пижаму. Будем уже ложиться спать. Да? Да. Я буду мультики смотреть. 10 минут. 11. Опять 11? Да. Ну, давай. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Пишите самые крутые комментарии. А знаете, сколько поставьте лайков? 3 миллиона лайков. И их. Если пишите самые крутые комментарии, то я немного. Всем пока. Всем пока. И нажмите колокольчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.